Эй, малыш, кто к нам сегодня в гости пришел? Кто это? Привет! Как тебя зовут? Влад. А откуда ты приехал? С Каина. А с какого города? Запорожье. Ух ты! А это кто за то прекрасной леди? Кто это? Кто это, Владик? Оксана. Оксана! Миробах! Миробах! Мы сейчас находимся в гостях у Ани Ракаева. Нашего прекрасного друга Ани Ракаева. Хорошего человека, учителя. Ой, спасибо. Отдыхаем и наслаждаемся прекрасным вечером. Спасибо, Аночка. Наша маленькая жопка занята своими делами. Мы сейчас немножко вам расскажем что-то интересное. Жасмин! Занята. Ку-ку! А вот и мы все вместе втроем. Здравствуйте, добрый вечер всем еще раз. Мы находимся у Ани Ракаевой дома. Нашего хорошего друга, прекрасного человека. Спасибо. Я сейчас буду краснеть, краснеть. Ну что ж, мои хорошие, я вот так кадр немножко буду смещать на вас. И не просто так, а потому что я хочу вас спросить. Ксюшенька, расскажи, пожалуйста, сколько ты живешь в Стамбуле? Я живу в Стамбуле два года. Мне очень нравится. У меня такое впечатление, что я здесь всю свою жизнь, что я здесь родила. Насколько атмосфера приятная. Мне здесь очень комфортно. И я считаю, что Турция, Стамбул это мой второй дом. Секонд хаум. Мне здесь очень комфортно и очень приятно. А сыночку твоему что нравится? Владушка приехала ко мне первый раз в гости. Я здесь живу, работаю. Мне нравится то, что он целыми днями сидит дома, никуда не ходит, ноги не устают. А так, в принципе, мне с тобой нравится его красота и истории, как Ай София и Султана Ахмеда. А что тебе подобается в Ай Софии? Сама будильня? Да. А ты еще знаешь про Ай Софию? Якусь историческую доведку? Ну, я знаю еще там же девичую башню. Ай София, а что ты знаешь? Я же тебе рассказывала про Ай Софию. Ну, я знаю только про девичую башню, запомню. Потому что, ну, там, короля была дочка, ей было 18 лет, и там, ему сказали, что вона 18 лет умре, и он ей сделал башню, чтобы ее никто не трогал, и ей гадюка вкусила, и она ей надо. Вот так, я запомню. Молодец. Ксюшенька, а что-то есть какие-то минусы, которые мне нравятся? Ну, единственное, то, что здесь действительно очень людно, и вечером жарко. Ну, а так, ну, мне очень все нравится, потому что действительно жарко здесь. А есть какие-то любимые места, которые ты можешь посоветовать людям, которые прилетят в Стамбул? Конечно, я очень люблю Карши Тарафта, это Кады Кёй, Бостон, где очень-очень хорошо. Это, как бы, мой район, и я там тоже, как бы, хорошо отдыхаю. И я очень люблю село здесь, Кёй. Кёй, очень люблю. Там тихо, спокойно, свежий воздух, отдыхаешь хорошо. Ну, в принципе, в Стамбуле все места хорошие, можно, в принципе, отдохнуть в любом месте. И здесь можно, как и культурно отдохнуть, спокойно отдохнуть, драйв получить. То есть в Стамбуле можно найти все-все-все, что можно, все, что хочешь. А есть любимые места, где ты можешь позавтракать? Это тоже только село. Шила, мне очень нравится, Ава. И Полинески. Полинески. Да, я как бы в самом городе, я не отдыхаю, мы за город выезжаем. Ашкингель! Кушту! Часленько! Ай, какой мышонок к нам пришел! Ой, какой мышонок пришел! Кто здесь, да? Кто здесь? Ну все, беги, 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 отпускай, она будет ползать, 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 ползать будет этот мышонок. Ему скоро будет годик целый, 22 июля. Чего ты нервничаешь? Что? Расскажи, какое твое любимое место, где ты завтракаешь? Какое любимое место, Жасмин? Скажи, я люблю Босфор, люблю кафе Финджан, как и мама, да? Кафе Сютиш. А есть места, допустим, которые вам не нравятся в Стамбуле? Есть, конечно. Где вы чувствуете себя, ну, катастрофически некомфортно? Есть, это Лалали, Фатих, Фатих район. Там нет, как бы, ничего такого особенного, очень людно, трамваи, пыль, шум, очень много народа, то есть эти места очень много. А там, как бы, набережная, сахил, сёла, вот это вот. Солнышко, хорошо. Скажи, пожалуйста, а хотел бы ты здесь жить? Нет. А чего? Мне кажется, я не нравлюсь, а разрешу дикой на пару дней. Здесь, да, в отпуск, отдыхать, и потом... А все, и на Вантарии. Держи. Сейчас. Значит, ты не хотел бы жить в Стамбуле, правильно? Правильно. Домой тянет, да, все равно. Дома спокойнее. Ну, тогда давай, передавай привет своим друзьям, своим, может, своей бабушке. Если честно, я даже не знаю, кто из друзей может дивиться. Ничего, мы... А вы покажете видео. Ну, поэтому я передаю всем привет. Мои бабушке, дедушке, нашим. Особенно Давидом. Давид, привет! Давид, привет! А Давид кто такой? Семя, как бы, можно сказать, лучший друг. Одноклассник, да? Нет. Нет, одноклассник? Ну, Давид Порешук. А, Порешук. Ну, и он не один из самых лучших. У меня есть еще один, самый лучший друг. Передаем ему привет? Женя, привет! Женя, привет тебе! Паминная, Запорожья, всем, всем, всем привет! Украина, одним словом, да? Да, Украине большой привет! И я очень... Ты тоже привет передаешь! Очень рада, очень счастлива, что здесь, как бы, на чужой стране мы находим друг друга, вот наших земляков, общаемся, поддерживаем общение. Ну, наша Украина, как бы, Украина, везде, как говорится. Не езжешь. Очень, очень приятно, что мы нашли. Да, мы будем заканчивать это видео, потому что мой ребенок уже ест бумагу. Украина, конечно, как всегда, спасибо нашей Анечке. Ой, это прям! Моя девочка, она помощница, она друг хорошая, она помогает людям учить языки, общаться с иностранными людьми и на турецком, и на английском, и уже на испанском. Благодаря Анечке, вот я уже второй год, и я общаюсь с детскими девочками, мальчиками, мы общаемся. Вот одна из ковчанок. У нас такой сладкий! Кому нам 11 месяцев, через пару недель, недель одни будет годик? Украина, я сейчас с вами, сухо! Давай, снимай, снимай!